Российские бренды снова в тренде. С марта этого года зарубежные магазины одежды приостановили торговлю на территории страны. Свободную нишу заняли региональные дизайнеры. Созданные ими коллекции привлекают крупных байеров из столицы. Первые предложения о сотрудничестве поступили на форуме «Сделано в Ульяновской области». Тогда региональные фэшн-авторы получили шанс представлять свою линию одежды в московском ЦУМе. Но постоянные покупатели здесь, в областной столице. Уже сейчас готовы новые летние коллекции. Одну из них представила дизайнер Ирина Малова. Мы сейчас, конечно, чувствуем подъем заказов, потому что многие марки ушли. И, скажем, средний класс, тот клиент, который уже следит за модой, хочет что-то модное, интересное. Не просто пойти на рынок и купить обо что-то, а подумать то, что ты покупаешь, то, что ты одеваешь на себя и как ты будешь выглядеть. Сейчас, конечно, есть дефицит одежды. Поэтому мы много сейчас шьем на заказ. Главный вопрос, который задает потребитель – смогу ли я себе это позволить? Ателье работает в средней ценовой категории. Юбка-жакеты от 5000 рублей. Чем дороже ткань, тем выше цена. Она, к слову, не отличается от той, которую представлял популярный испанский магазин. Только в этом случае каждая вещь шьется по индивидуальным меркам, имеет свой шарм. Если говорить про уже готовые коллекции, их создает дизайнер. В каждом из бренд-ателье невозможно увидеть одинаково оформленные манекены. К примеру, Тагуи Косян смогла подарить Ульяновску свое видение стиля «Шанель Аберлин». Ой, да я всем подряд, на самом деле, вдохновляюсь. Даже, наверное, конкретно не скажу. Вот там просто иду, что-нибудь увижу и думаю, а вот тут бы поменять, добавить бы то, сё. И получается как бы новое изделие. Не знаю, мне вот это вот и нравится, что оно как раз-таки не как у всех. Ко мне за этим и приходит. На вещи я, если честно, не поднимала расценки вообще совершенно. Ну, как-то, не знаю, страшно. Даже вот именно такое отношение к людям сразу, да, как вот все везде подняли цены, и люди не знают, что делать, где чего покупать. Здесь же можно найти решение на выпускной вечер. От коктейльных до пышных платьев. Всё зависит от пожелания клиента. Это касается и цены. Если есть запрос на более низкий ценовой сегмент, при этом без потери качества, можно выбрать позиции из уже имеющегося ассортимента. Такое ульяновские дизайнеры сейчас представляют в городских торговых центрах. Производим одежду сами, шьём, разрабатываем лекала тоже сами. Спрос есть на всё. И на платья, и на костюмы. Хороший спрос на яркие вещи сейчас. Мы не можем выделить, что лучше покупают – костюм или платье. Мне кажется, любой девушке и то, и то надо. Укрепить свои позиции на рынке ульяновским дизайнерам помогает региональное правительство. Так уже в конце мая 17 фэшн-авторов представят свои коллекции в торгово-развлекательном центре «Аквамол». Ранее выйти на новую площадку мешала цена за аренду квадратных метров. Сегодня ситуация, конъюнктура рыночная позволяет как раз это делать. Достаточно комфортный вход. Ну и сейчас в правительстве прорабатывается предложение о компенсации, в том числе части затрат на продвижение продукции, маркетинг, и в том числе компенсации части затрат по аренде, если наше предприятие выходит на продажи в соседних регионах в формате как раз таких монобрендовых, либо мультибрендовых бутиков. Площадка будет работать на первом этаже. Но пока всего месяц в пилотном формате. Если затея приживется, современные модные решения останутся на полках магазина. Александра Никитина, Валентина Никонова, Герман Баранов и Сергей Кудаков. Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова